Повесть Андрея Платонова Тебе нравится? А ты в сторону отойди Так твое же добро целей-то будет Ты подумай Проезжай, умрищик, сказала женщина На горке доярка удавилась Я с тобой считаться иду Ну-ну, приходи, охотно согласился умрищик Только в женскую психиатрию я соваться не буду Я тебя сама туда всуну Обратно не вылезешь, сказала женщина обещающим голосом Не сунуть, женщина, ответил умрищик Пять лет в партии без заметки просостояло от того Что не совался в народные дела и чуждые размышления Еще двадцать просостою До самого коммунизма Без одной родинки проживу Успокойся, Басталоева Надежда Умрищик тут же уехал А женщина, Надежда Басталоева Еще постояла Думая уже не о своем ближайшем товарище А о мертвой доярке Но глаза ее были все такими же Как и во время дружбы с Вермо Триста тонн чисто живого мяса Не считая громадной прибавки масла и молока От улучшения бытовых условий Почти двадцать вагонов Обрадованно произнесла Басталоева Мы это сделаем, товарищ Бермо Бабушка, ты будешь бригадершей на постройке Бабушка, возьмись по-старинному Когда великаны жили, говорят Обожди девчонка, серчала федератор Великаны были только сильны А по уму Любой цыпленок на ровести их Обожди, вам говорят Если на небо тихо А на дворе мороз 30 градусов По реонюю И 37 по Цельсию Вы тогда че? Вермо думал быстрее, чем кончил у федератона Мы, бабушка, из коровьих лепешек Брикетов наделаем в запас Пусть Кемаль сделает деревянный пресс Для обжима и брикетирования Коровьих лепешек Дисаковский, презирая Умрищева Начал распространять свое холодное чувство Уже гораздо шире Может быть на весь руководящий персонал Советского скотоводства Басталоева это поняла А теперь слушайте меня дальше Говорил Умрищев Есть еще разные неопределенные вопросы Изученные мною по старинной и по советской печати У Горбарея дети рождаются весной У вальщиков среди лета У буртоправов осени У шоферов зимой Монтажницы отделываются к марту месяцу А доярки в марте только починают Поздно-поздно голубушки починаете Летом носить ведь жарко будет Да что ты скучаешь-то все, батюшка То жарко, то тяжко Осерчала старушка Да мы вытерпим Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку И вдруг все его задумчивое лицо сделалось Ласковым и снисходительным Старушка, сказал он с глубоким сочувствием Старичок Настолько желастого произнесла старушка Ты что же, существуешь? А что же мне больше делать-то, батюшка Подробно говорила старушка Привыкла и живу себе Редакция СВИК-ТВ собирает информацию от экспертов и гостей фестиваля Кто уже из участников заслуживает приза зрительских симпатий Победитель станет героем нашего видеосюжета Который вы найдете на сайте СВИК-ТВ 14 июня Фрагмент повести «Ювенильное море», прочитанный с открытой сцены Прозвучит в полном объеме Продолжение следует...